О миграционном кризисе, который переживает Евросоюз, Соединенные Штаты знают не понаслышке. В стране находится 11 миллионов нелегальных иммигрантов, и эта цифра постоянно увеличивается. Сегодня на берег популярного среди туристов пляжа Майами-Бич во Флориде высадились 12 выходцев из Кубы. В полиции Майами сообщили, что в самодельной лодке были 11 мужчин, одна женщина и собака. Все они смогут остаться в Соединенных Штатах. Буквально 160 километров разделяет Кубу и Соединенные Штаты. Если вычесть зоны береговой линии, остается нейтральная полоса примерно 80-100 километров. То есть совсем рядом, если взять хороший бинокль с хорошей оптикой, можно даже увидеть Соединенные Штаты. Мы познакомились с человеком, который говорит по-русски, и ситуация тут с деньгами интересная. Есть деньги для туристов, это Куб, который меняется один к одному, один доллар, один Куб. А есть национальные деньги, которые меняются один к двадцати четырем. То есть за один Куб, который для туристов дают 24 местных. И за местные можно ездить на автобусе, покупать фрукты здесь на рынке. И вот как раз мы сейчас стоим возле обменника, где мы сейчас будем менять одни деньги, которые называются Куб, на национальные. То есть здесь есть возможность сэкономить. Мы об этом узнали на третий день пребывания, потому что познакомились с человеком, который работает инженером в России из Перми. Он сам кубинец. Так нам повезло, что мы его встретили. Он нам сейчас все рассказал. Допустим, билет на автобус стоит один национальный, ну, национальный песо. Это получается ноль двадцать четыре. То есть это вообще чуть ли не один рубль поездка обходится. Килограмм бананом стоит, сейчас скажу, сейчас спросим. То есть получается три национальных песо килограмм бананов. То есть если меняется один куб на двадцать четыре песо, то там цена вообще чуть ли не десять центов за килограмм. То есть очень выгодно. Хотя в магазинах национальные меняют по курсу, ну, невыгодно. Итак, вот открываем каждый раз все новые-новые, новые-новую информацию для вас. Три песо в районе восьми рублей килограмм. Можно взять авокадо. Авокадо стоит десять песо килограмм. Десять песо – это даже не полдоллара. То есть в переводе на национальные деньги здесь очень выгодно. Но это можно использовать только на рынке. Общественный транспорт, ну, и какие-то магазины, но их очень мало. Так, так, так.